Привет, друзья! Это канал Station Marks и прямо сейчас мы находимся на хуторе Захары Прилепина, где проходит мероприятие писателей против историков. В этот солнечный день здесь собралось более 400 человек, которые хотят пообщаться и услышать самых известных писателей и историков, представленных на ютубе. Специально для вас мы решили отловить нескольких из них. Поехали! Добрый день! Как вам мероприятие? Прекрасное мероприятие. Хорошо, что нет дождя, потому что все боялись, что будет дождь, что народ на тупче здесь и будет под дождем грустный. А так приехали все интересные люди. Очень приятно, что народу много сбежалось. Я думаю, всем будет интересно послушать и сфотографироваться с этими людьми и приобрести книги, которые издательство Питер продает в здании деревянном наверху. Сложно было добираться до сюда? Все-таки не город, а... Очень отлично. Мы на баварском автомобиле Х5 промчались по дорогам российским, которые уже хорошие, ровные, правда платные. Ну, деньги заплатил, ну и хорошо едешь. Мчимся, 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 мчимся. Но ехали с остановками, с перекурами, доехали часов, наверное, за 7-8. Очень хорошо. Дороги стали лучше намного. Тот, кто люди взрослые, и которые раньше ездили на машинах, они сейчас есть с чем сравнивать. Молодые не понимают, молодые сразу думают, что уже хорошие дороги есть. Очень хорошо. Доехали. А еще один вопрос тогда про ваш канал. Все мы знаем канал Дмитрия Юрьевича и ваше присутствие там. Как появилась идея создать свой канал? Ну, это канал у нас был с Алексеем Трофимовым. И идея была такая, что люди приходят к нам, политики, историки, всякого разного направления, люди. И их зрители знают, чем они занимаются. А мы придумали канал Другой Ход, чтобы узнать вообще, как люди, как где учились, история, появление желания заниматься теми делами, которые они, да, биография. И биография многих людей очень интересная. Что Баир рассказывал, ну Баир еще не вышел. Ну, вот такой подход. Чтобы он был не похожий, как на оперу, а вот чтобы он другую. То есть скоро Баира ждать у вас? Возможно, и Баира тоже. А по поводу канала Дмитрия Юрьевича, как пришла идея использовать свиней? А это мы случайно гуляли по Финляндии и увидели этих прекрасных свиней. Они так хрюкают, посмеялись, посмеялись и купили их. А потом они вот с Климом Лесенандовичем и Дмитриевичем как бренд уже появились вот так вот в кадре. А видели в интернете ролик завирусился, как раз-таки забавная нарезочка с этими свиньями? Там много уже чего сейчас в интернете ходят, всякие карикатуры и свинья как-то своей жизнью начинает жить. Хорошо, спасибо вам за комментарий. Пожалуйста, спасибо. Все хорошо. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вам мероприятие сегодняшнее? Вообще вот такой формат неожиданный на хуторе? Отлично. Ну, во-первых, почему неожиданный? То есть, мне кажется, это логическое развитие всего того, что мы делаем. Мы провели четыре фестиваля «Цифровая история» в крытых помещениях, а сейчас лето, хорошая погода, светит солнце. Наши партнеры, продюсерский центр «Захара Прилепина» предложили организовать фестиваль здесь. Здесь огромное пространство, зеленый практически парк с прудами, беседками. Выглядит очень хорошо. Мы сделали три площадки. Вот такая изба, которая перед нами. Здесь у нас проходит встреча с писателями. Большая площадка, где идут диалоги между писателями и историками. И традиционные исторические лекции на отдельной площадке. Сюда мы привезли резидентов цифровой истории, наших постоянных спикеров, хотя есть и новые герои. Тема лекции традиционно очень интересная. Вот сейчас, например, идет обсуждение феномена пионеров-героев, символа советской эпохи, символа Великой Отечественной войны. На другой площадке заместитель директора Института истории СПБГУ Кирилл Борисович Назаренко читает лекцию про реформу Петра Великого и их роль в истории нашей страны. Программа очень сильная. Здесь можно будет увидеть выступления топовых историков. Вечером ожидается Олег Соколов с лекцией о Павле I, как союзнике Наполеона Бонапарта. После его предыдущего выступления на цифровой истории, которое вообще просто взорвало зал, мы ожидаем какого-то феерического моноспектакля о Олега Валерьевича. Вот Алексей Валерьевич Исаев подъехал, он будет рассказывать про подвиг Брестской крепости по немецким документам сегодня. Я подготовил доклад о судьбах офицеров Русской императорской армии в годы Великой Отечественной войны, потому что очень многие из них защищали Родину уже в годы Великой Отечественной, сделали прекрасные карьеры и были в высшей степени достойными людьми. То есть, есть такой стереотип о том, что Русская императорская армия исчезла, растворилась, хотя на самом деле это не так. И помимо общеизвестных героев, таких как Борис Михайлович Шапошников, например, который был полковником Старой армии, стал маршалом СССР, или Дмитрий Михайлович Карбышев, который был подполковником Старой армии, стал героем Советского Союза, генералом. Есть огромное количество людей, менее известных, но с потрясающими, очень интересными биографиями. Я выделил пять степажей таких офицеров и вот расскажу о них, потому что есть многие офицеры, которые были офицерами военного времени, они пришли на гражданскую службу и потом стали известны как труженики тыла в годы Великой Отечественной войны. Вот об этом хотелось бы рассказать. Думаю, что удастся сказать что-то новое по этой теме. Ну и все это происходит на фоне такой непринужденной атмосферы, прекрасная, свежий воздух. Люди сидят на лавках, на стульях, наслаждаются природой и вместе с тем получают интеллектуальную, строго научную, очень интересную информацию. Ну вот критики сразу говорят, что вообще не нужно вырошить советское прошлое, что нужно его в таком несколько лубочном варианте представлять, чтобы не было всяких гадостей, вбросов и так далее. Что им ответить? Критики, которые говорят, что нужно представлять, вот с той стороны, которые говорят о том, что нужно представлять в лубочном виде. Ну это же не научный подход. То есть наука не может представлять в лубочном виде никакое прошлое, ни советское, ни досоветское. Наука пытается установить взаимосвязь событий, их причинно-следственную связь. И, конечно, на этом пути лубка никакого быть не может. И мы должны честно смотреть. Ну и потом, это уже есть какие-то практические последствия. Для чего мы это изучаем? Для того, чтобы сделать выводы на будущего. Если мы будем базироваться на лубке, то мы просто механически повторим ошибки, которые были сделаны в предшествующую эпоху. А они, безусловно, были сделаны, потому что мы же знаем результат, Советский Союз распался. Соответственно, ошибки были. Надо их проанализировать, сделать выводы и действовать дальше. Безусловно, без критического подхода никуда. Спасибо большое за небольшой комментарий. Баир, добрый день. Добрый день. Как вам сегодняшнее мероприятие? Замечательно. Как вам такой непривычный формат? Все-таки не какой-то там душный зал, а открытый воздух. Мне кажется, как раз замечательно. Лето у нас в России не такое долгое, как хотелось бы. Поэтому на открытом воздухе как раз очень хорошо. Что люди могут свободно перемещаться от одной сцены к другой. Выбирать себе то, что им больше по душе, что им интереснее. На мой взгляд, получается, это даже больше вашей стихии. Вы же часто экскурсии любите проводить. Да. Вот я помню, читал о вас в группе. Сам не смог поехать, но у вас была, по-моему, экскурсия на 9 мая в Севастополь, да? Да. И как она прошла? Да хорошо прошла. Много желающих было? Нет, желающих было немного, потому что все-таки дороговато. Но, тем не менее, народ приехал. Следующая такая глобальная экскурсия у нас – это май 2020-го в Берлин. Ого! Да, чтобы День Победы встречать в Берлине. Как в былые времена, да? Нет, ну мы эту поездку делаем раз в пять лет. Там такое не просто Берлин, там просто такой получается очень большой заезд. Это Минск, Брест, Варшава, Краков, Освенцим, Зееловские высоты и Берлин. То есть такой вот именно фактически по пути наступления Красной армии – это раз. Второе – это как бы с самого начала Великой Отечественной войны, то есть Брестской крепости. Затем, конечно, мы рассматриваем и Хатынь под Минском и Освенцим. То есть чтобы у людей сложилось впечатление, против кого воевали-то, что это действительно было вселенское зло, с которым не могло быть никаких переговоров, что оно просто должно было быть уничтожено. И советский боец это сделал вместе с нашими союзниками. Кроме этого, кроме экскурсионной деятельности, у вас также ведь есть музей в Выборге. Какие новости из музея, что новенького? Ну, сейчас мы совместно с парком «Патриот» Западного военного округа в Кронштадте будем делать выставку, посвященную 75-й годовщине Выборгской наступательной операции. Там будут очень интересные экспонаты, уникальные в своем роде некоторые, которые рассказывают о событиях военных, которые происходили под Ленинградом 75 лет назад. Насколько я помню, вы год назад где-то, наверное, диораму сделали в музее? Да, это единственная в России и вообще в мире диорама, посвященная советско-финляндской войне. А как вообще спросом требуется вообще в музее посещение? Вы знаете, ну, просто у нас все работы на добровольной основе, поэтому сил мало именно, вот людей мало, поэтому мы особо не рекламируемся, но люди постепенно находят нас в Выборге. Вот, и мне кажется, самое главное это то, что приходят потомки, вот дети, внуки и внучки, те, кто воевал на финской войне, они пишут нам прямо в книге отзывов, что теперь мы хотя бы можем себе представить, что это война, что это была за война и как она вообще выглядела. Кроме того, ваш музей отличается тем, что там можно все потрогать? У нас есть контактная часть, да, здесь нам уже все переломали, то есть, вот, но тем не менее, да, у нас есть контактная часть музея, где можно там все трогать, брать в руки, фотографироваться и так далее. А котик в музее продолжает жить? Ну там, да, кот живет, все с ним хорошо вообще. Прекрасно. Да. А сегодня у вас все-таки тема доклада немножко про другое, расскажите подробнее. Ну даже не совсем про другое, просто более обширный взгляд, вот вообще на все конфликты между Россией и Швецией, Россией и Финляндией, вот что шли, начиная со средних веков. И, собственно, это главный-то тезис, наверное, то, что все закончилось только 75 лет назад, все эти конфликты закончились как раз, когда Финляндия вышла из войны в 44-м году, в сентябре. Ну еще хотел спросить, что у нас в этом году было 75 лет, блокады Ленинграда снятия. Как вообще пошла эта шумиха? Очевидно, что планировались разные взбросы всякого... Не были, это было прямо видно, но уже как бы тактика-то и действия противника в информационном пространстве видна. И благодаря Дмитрию Юрьевичу Пучкову мы понимали, что эти взбросы будут, и мы их заранее просто... То есть, понимаете, в информационном плане всегда получается идиотская ситуация, что противник атакует, делает какие-то вбросы, а вы отбиваетесь, да? Поэтому мы превентивно, опять же, благодаря Дмитрию Юрьевичу записали ролики, посвященные вообще всем мифам битвы за Ленинград, мифам облака Зеленинграда, про эти несчастные ромовые бабы у Жданова, да, там, и так далее, и так далее. И просто это все было сделано, это было вывалено примерно за две недели до всех праздников, и это в большой степени, мне кажется, купировало просто. То есть, именно, мне кажется, настало время именно, как бы, заявлять в информационном пространстве свою точку зрения и самим, как бы, вести свою пропаганду. Да, да, то есть, нет, понимаете, вот, когда вы сидите в обороне и отбиваетесь, это путь поражения. Рано или поздно где-то вас прорвут. Ну, как говорит Дмитрий Юрьевич, не знаешь, как победить, возглавь этот. Да, и поэтому, соответственно, вот сделали разбор, вот, на основе документов вот этого фильма «Праздник». То есть, это фильмом назвать нельзя, это какой-то киноспектакль, вот, и это просто, не знаю, так облакаде снимать просто нельзя. То есть, это уже, скорее, попытка именно хайпа. Сделали разбор воспоминаний, опять же, воспоминаний Никулина, и там расследования мы по-прежнему, исследования ведем, там вполне может быть, что там действительно сделаны вставки были. Уже не в 70-е годы, когда он писал, а в 90-е. А вот, кстати, по поводу тоже вставок, я недавно читал Микояна, вот эти знаменитые истории, то, что Сталин в прострацию впал, и там тоже отмечается, что сын издал, когда уже дополнительные издания, там были вставки, вот эти пассажи в стиле «Жуков расплакался после Сталина», и, судя по всему, это такая распространенная практика была. Это целенаправленно все делается, то есть, это именно полная дискредитация высшего руководства страны. А на 9 мая подобных сбросов уже поменьше было, или как? Мне кажется, меньше. Мне кажется, меньше, но по-прежнему идет вот эта тема с двумя миллионами изнасилованных немок, и так далее. И, соответственно, я просто не погружался в эту тему, я просто могу рассказать то, что мне ветераны рассказывали, особенно офицеры наши, молодые лейтенанты, 20-летние. Иван Александрович Якушин, кавалер Орден Александрович, рассказывал так, что к нему просто подошла женщина, немка, пригласила на ужин, там был накрыт роскошный стол, там, соответственно, сидела вот эта немка, ее муж пожилой и две дочки молодые, красивые. Там его накормили, напоили, и он спрашивает, а почему такая честь? И родители говорят, слушайте, вот вы лучше живите у нас, мы очень просим, что вот пусть, как бы, офицер живет у нас, советский, там, если хотите, там, можете встречаться с нашими дочками и так далее. Но единственное, что просто, чтобы солдаты не приставали. То есть страх был такой, навязанный? Не, ну, был навязанный страх, это раз. А второе, что, собственно, понимаете, многие наши офицеры говорили, что немки, они сами были рады встречаться с советскими офицерами. И с американскими, потому что это победители, понимаете? А имеет ли это место экономическое положение? То есть их там, ну, все-таки голод, разруха, конец войны? Не, не, у немцев наоборот, у немцев все было хорошо, но это все-таки, если живет советский офицер, это гарантия безопасности. Это американцы, вот у них там все, вот у них все было. У американцев реально все было, и, как бы, встречаться с американским офицером, это было, ну, неплохо, там, и сигареты, и шоколад, там, и что угодно все было. Вот, то есть были факты насилия, несомненно, но, как правило, вот, опять же, то, что мы знаем из воспоминаний ветеранов и из документов трибуналов, что стоило родителям прийти и нажаловаться советскому коменданту, то этого человека сразу хватали и расстреливали перед строем. Вот, то есть... Я тоже читал некоторые воспоминания, когда-то... Военные преступления наказывались, причем очень-очень жестко. Ну, это логично, потому что руководство же тоже понимало, что зачем дискредитировать себя в лице мировой общественности. Не, ну, не даже в лице мировой общественности. Все-таки Сталин сказал, что Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается, то есть нам все равно с ними жить дальше, как-то сотрудничать, тем более, что Германию поделили на, извини, четыре части, и одна часть осталась у нас, как ГДР, то есть нашим союзникам. То есть, ну, просто Советский Союз не ставил целью уничтожения населения вот то, что немцы делали у нас, извини, то есть нацисты делали у нас, да, то есть там именно наоборот, что идем действительно просто избавить немецкий народ и вообще весь мир от нацизма. Но и самое главное еще, вы знаете, там очень хороший был комментарий, тоже вот в книге, которая вышла в 90-е годы, совместная, российско-германская, комментарий был такой, что даже если бы Красная Армия ввела себя как воинство ангелов, местное население было так накачано пропагандой геббельсовской, что они бы все равно там, они бы чего-то придумали себе, они все равно бы боялись, они бы все равно сказали, что нет, это ворды азиатские, короче, там всех изнасиловали, всех перестреляли там и так далее. Вот что-то как раз-таки советских войск, там были комментарии, что типа приходят в деревню, нету людей, проходит день, возвращаются, потому что видят, что ничего страшного не происходит. Ну, это да, то есть, опять же, еще раз подчеркну, что военные преступления были, они пресекались, опять же, органами военной юстиции, были показательные расстрелы перед строем за мародерство, за изнасилование и так далее. Вот, и это опять же, несмотря на то, что мстить было за что, мягко говоря. Мягко говоря, мстить было за что. Хорошо, Баир, спасибо вам за комментарий. Спасибо вам большое. Добрый день, канал Сейши Маркс. Хотели взять у вас небольшой комментарий по поводу происходящего здесь события, как вообще здесь оказались и какие впечатления у вас? Добрый день. Впечатления. Мероприятие замечательное. Что я могу сказать? Очень необычный формат. На моей памяти такого еще не было. Под открытым небом неформальная обстановка, неформальное общение, прекрасные лекции в такой вот ненавязчивой манере. Все замечательно. Особенно хочется отметить, конечно, спикеров. Это проверенные ораторы, проверенные спикеры. Я как, скажем так, ютубер со стажем, я имею в виду зритель. И канал Дмитрия Юрьевича Пучкова Оперу, и других выступающих, Егора Яковлева, Павла Перца. Могу отметить, что я здесь просто получаю удовольствие от такого вот общения. Ну, мы все на самом деле тоже получаем удовольствие в мероприятии такое. Особенно. Ну, и вот такой вот вопрос, как раз по вашей тематике, наверное. Вот у нас вроде бы Station March, канал называется, все должны быть зрители пламенными революционерами. Вот. И такой вопрос, вот что вы можете сказать нашим пламенным революционерам на их диванах, что им надо делать по физической подготовке, и надо ли им быть пацифистами, которые не ходят в страшную буржуазную армию? Вопрос под ковыркой. Ну, что я могу сказать? Нужно изучать уроки истории. Если мы вспомним относительно недавний урок истории, то есть по историческим меркам 100 лет, то есть век, это практически ничего. Наша цивилизация уже достаточно долго существует. Так вот, если мы вспомним этот урок истории, то движителем революции, не двигателем, а именно движителем, явились вооруженные люди, то есть человек с ружьем. Был даже такой фильм, если вы помните, очень такой старый. То есть именно солдаты, которые набирались в свое время из крестьян, не хотевшие участвовать в совершенно для них бесполезной войне, я имею в виду Первую мировую, явились движителем русской революции, как февральской революции 17-го года, так впоследствии и октябрьской. То есть эти люди прекрасно знали, как обращаться с оружием, что такое строй, что такое боевое слаживание, что такое тактические приемы. Сидя на диванах, не занимаясь вообще ничем, то есть просто созерцая вокруг себя мир, революцию не сделаешь. И разумеется, нужно изучать и марксизм как таковой, то есть по классическим произведениям того же Маркса, естественно, Ленина, Сталина. Я, кстати, когда так снимал квартиру, у меня были полный сборник зачинений Сталина, я на них спал, поэтому читал периодически, брал из-под кровати. Это маленькая шутка такая, да. Так и заниматься, естественно, и физической подготовкой, и не бояться службы в армии, потому что тогда, тогда, сто лет назад, армия была тоже буржуазная, да. Но она, как любой орган, исполнительный орган государства, отражала в себя именно все те противоречия, которые были во всем государстве, во всем обществе, тогда России. Ну и сейчас армия не является исключением. Сейчас не является исключением подразделения Росгвардии, подразделения милиции, полиции, прошу прощения, по-старому привык называть. То есть все, все те противоречия, которые у нас есть в обществе, они находят свои отражения во всех сферах деятельности этого общества, во всех государственных институтах. Ну а на диване сидеть – это последнее дело. Ну и, может быть, кто-то, конечно, из революционеров хочет поступить как герой известного произведения Салтыкова-Щедрина «Премудрый пуск-пискарь», но обычно таких бьют и одна сторона, и другая сторона. А можете, пожалуйста, еще сказать по поводу ваших творческих планов? Творческие планы, конечно, это звучит достаточно громко. Да, я вхожу в группу неравнодушных товарищей, которые помогают донецким детям, донецким военнослужащим. Мы для детей, я об этом несколько раз говорил, привозим прежде всего одежду, покупаем какие-то продукты, привозим медикаменты, которые там, ну, скажем так, трудно достать, назовем это так. В основном помогаем Донецкому социальному центру в городе Донецке, о чем, собственно, даже на Тупичке есть несколько роликов и на нашем канале на Ютьюбе. Соответственно, будем заниматься тем же самым, то есть будем также помогать, привозить какие-то продукты для детей, покупать им одежду. К сожалению, не все могут позволить себе там за те бюджетные средства, которые выделяются. Все-таки регион и дотационный, и бедный. Война, она никому не приносит счастья, это надо просто понимать. И хорошо, что есть неравнодушные люди, которые нам помогают вот собирать средства, а потом их превращать в конкретную помощь детям. То есть вот я и Алексей, мой напарник, с которым мы обычно заезжаем на Донбасс, то есть непосредственно, как бы сказать, осуществляем эту помощь. Я просто такой начинающий, если можно так выразиться, ну, блогер, что ли, или там ютьюбер, я не знаю, как себя обозвать. Абсолютно некомпетентен в области вот подачи материала, к сожалению, только учусь. И мои вот эти вот ролики, это больше такая самодеятельность, просто вот, чтобы показать людям, что мы действительно живые, мы настоящие, мы есть, и мы вот так помогаем. То есть, конечно же, я понимаю, что у зрителя предвзятого может быть такое, ну, действительно отношение, определенные замечания, абсолютно адекватные к качеству контента. Но поймите, что мы не профессионалы, мы просто показываем, что непосредственно мы делаем. Этим будем заниматься, будем стараться, я в том числе здесь, для того, чтобы, как сказать, расширить свой круг знакомых. Хотел бы познакомиться вот сегодня с Захаром Прилепиным, лично, может быть, там, в какие-то совместные проекты что-то сделаем. Потому что каждый месяц мы практически в начале месяца заезжаем на Донбасс, и, возможно, если кто-то захочет оказать помощь, не обязательно материальную, но в плане вот каких-то там средств, да, допустим, как я перечислил, продукты, лекарства, одежда. Я вот, например, разговаривал с Баиром Иренчеевым, который представлял здесь, ну, прекрасную продукцию, печатную издательство Яуза, и я уже имел опыт, Баир меня свел с этим издательством, я завозил детям для школы детских домов его серию, это продолжение этой советской серии, была такая дедушкина тетрадь, сейчас прадедушкина тетрадь, и я завозил это все, отдавал, дети были просто в восторге, и очень им полюбилась брошюра про партизан, ну, потому что очень близкая им тема, Донбасс, молодая гвардия, вот мы как раз были в музее Краснодона, поэтому будем и стараться, вот сейчас мы планируем помогать всем, чем можем, и особенно, особенно литературой, это и есть агитация пропаганда, правильная агитация на правильных ценностях, я думаю, что вот на этом и сосредоточимся. Спасибо большое за ваш комментарий и пожелаем вам успехов в вашем благородном деле. Спасибо большое. В России кости поджав гав-гав. Прекрасные стихи. Павел, скажите, пожалуйста, как дела на Ниве мирового капитализма? Что же у меня все в мировой капитализм тут записываете? Ну, у моих друзей, которые живут в Штатах, там все прекрасно, они строят дома ручками и замечательно, у меня там очень близкий друг живет уже 20 с чем-то лет, он там уже практически прораб, еще один мой приятель туда периодически ездит по полгода, строит дома. Другой вот сейчас здесь у нас, в России, у них все хорошо. То есть американская мечта это не миф? Нет, это не миф, если ты умеешь работать, и если ты как бы умеешь правильно себя поставить, то, пожалуйста, приезжай, работай. И просто был такой фильм с Томом Хэнксом, я помню, что-то про аэропорт, тоже там русская тема мелькает, и он там завис в аэропорту, и он пошел ремонтом заниматься. И там один из работников аэропорта говорит, блин, это же сволочь, сейчас будет зарабатывать деньги больше, чем я. Дело в том, что в Америке, если ты работаешь не как мексиканец, да, а цивилизованно в нормальных условиях, ты очень неплохо зарабатываешь, когда работаешь руками. Это очень востребовано там. А почему же многие рабочие живут в трейлерах? Плохо работают? Потому что им так хочется. Мои знакомые рабочие в трейлерах не живут, мои знакомые живут в собственных домах. Мой друг, когда приехал в Штаты, он купил дом за 600 тысяч долларов. У него не было ни копейки. Для того, чтобы купить этот дом, ему нужно было заплатить down payment, это называется, то есть нанести первый взнос. Этот первый взнос ему дал другой банк. То есть приезжает человек в Штаты, и вот ему обеспечивают такую жизнь. Хорошо. Вы прочитали или начали читать «Капитал Маркса»? Я частично его читал в школе. Он произвел на меня впечатление точно такое же, как роман «Что дело» Чернышевского. И поэтому нет, я его не продолжаю читать. Есть масса других, более интересных книг, которые мне нравятся и которые я читаю. А какие, например, что можете посоветовать нашим зрителям? Я хочу сказать, что я в свое время перечитал огромное количество литературы, потому что я вел газетную рубрику у себя в газете. И я понял, что в какой-то момент я понял, что вот эта вся литература, она у меня просто, ну, она как-то растворилась. На меня очень хорошее впечатление произвел роман Хантера Томпса «Ромовый дневник». Но, возможно, потому что я сам был тогда журналистом. И это совершенно потрясающий роман. К сожалению, потом сняли фильм с Джонни Деппом. Я его не досмотрел даже до половины, потому что фильм не передает атмосферу этого романа. Джонни Депп приятелем были с Хантером Томпсом. Да, и это очень такая характерная. Инн Бэнкс, такой английский писатель, мне в свое время вот «Осинная фабрика» у него была и «Шаги по стеклу». Потом Артура Перес-Реверта в свое время написал, ну, у него самый известный роман «Кожа для барабана», но у него был роман, я не помню, про работу военного корреспондента, тоже мне крайне понравился. Ивлин Во, роман «Незабвенная», совершенно тоже потрясающая книга. Но и на самом деле я просто открыл из себя русскую классику. Достоевский для меня – это один из величайших писателей. К сожалению, очень странные сейчас какие-то есть комментарии по поводу романа «Бесы», но нужно понимать, что все люди мира приезжают в Петербург для того, чтобы походить по местам Достоевского. И как бы по местам других людей они как-то не очень охотно ходят. А вот Достоевский – это настоящий бренд, это единственное, что, наверное, знают действительно во всем мире. Ну, мне, правда, объясняли, что в Штатах он еще известен потому, что он как бы восторгался Фрейдом, а Фрейд там очень тоже известен. Толстого я прочитал, и я очень рекомендую читать Чехова. На самом деле считается у нас, что Чехов такой веселый писатель, но как бы хрен знает, у него есть произведения, которые вот такие неприслушные, по сути, и очень, на самом деле, раскрывают ту Россию, которую мы потеряли. Вы планировали написать путеводителя по Санкт-Петербургу? Как идет работа? Значит, вот только что издатель подошел ко мне, говорит, сейчас пришлет верстку. Ну, это путеводитель по Невскому проспекту, это весь Невский проспект от Берлотейства до Площадь Восстания. Сейчас я потихонечку работаю над путеводителем терроризма глазами гида «Хроника двух столиц», да, от прямо выстрела Каракозова, и я думаю, что, ну, частично даже затрону те теракты, которые были уже в советское время. То есть это был такой капитальный труд. Ну, и прошло вот переиздание книги про русско-японскую войну, вот Егор Яковлев там дифирамбы поет и по поводу этой книги, не потому что мы знакомы, вы знаете, как он меня чехвостит, да, нет, ну, потому что это действительно очень удачная книга, где показана именно вот стратегия пиара одного государства против другого. А сейчас можно сравнить ту стратегию пиара с нынешней, которая ведет вот западная? Да, конечно, дело в том, что ничего не меняется, кроме технических средств и, ну, каких-то контекстуальных условий. В «Нью-Йорк Таймс» вы никогда не прочитаете ничего хорошего про Россию. Вы прочитаете там колонку Маши Гессен, которая выглядит, как Макс Покровский из группы «Ногу свело», про то, как у нас там гасят всех, там, начиная от геев, заканчивая позицией. Единственное было, прорыв, это когда была статья Путина там напечатанная, я тогда, конечно, впечатлился. Но в остальном нет. Причем, что в либеральной прессе вы не прочитаете ничего, что в консервативной, то есть, например, канал Fox News, да, такой рупор консервативной Америки, да, о боже, там, если посмотреть, что они говорят. То есть это никакой там свободы слова, по сути, и нет? Там есть сплошная ангажированность, нет, там есть свобода слова по той части, когда идет, действительно, там, борьба с коррупцией и прочее, потому что вот открываешь «Нью-Йорк Таймс» и, в общем-то, периодически какие-то сенаторы там присаживаются. Это не касается внешней политики? Во внешней политике там, конечно, очень жестокая ангажированность, и тут нужно понимать, что это не заказ правительства, это некое внутреннее... Ну вот я как раз в этой книге пишу, в Америке еще с 19 века было такое понятие, как, господи, destiny, я не помню, в общем, внутреннее предназначение, то есть это некая оправдательная стратегия, которая направлена на завоевательную политику во всем мире. Американцы всегда считали, что они несут демократию и этим как бы себя оправдывали. Это началось с конца 19 века, и поэтому, если мы посмотрим, то меняются президенты, которые выступают то от либеральной, то от демократической, то от консервативной партии, но на внешнюю политику это не влияет никак. Еще планируется ли возрождение проекта «Перченый Питер»? Ну, он у меня по-разному называется «Питер с перцем», «Перченый Питер». Да, я периодически сейчас снимаю ролики, и более того, есть расширение ареала. Вот у меня есть проект про Иванова, там, кстати, будет интересно посмотреть людям, которые интересуются революцией, потому что я там рассказываю и про террориста Нечаева, и про... будет, я надеюсь, в выпуске про, соответственно, архитектора Веснина, который там творил. Вот сейчас будет совершенно потрясающий выпуск про художника Пророкова. Для людей это имя совершенно неизвестно, а в 60-х годах оно гремело. Это наш такой центральный топовый карикатурист. Причем он воевал во время войны, он там очень сильно пострадал, и он не мог рисовать иногда больше, чем один час в день. Это очень сильно страдало, контузия сказывалась. Есть мемориальный музей в Иваново. Вот. Будет совершенно уже точно еще ролики про Нижний Новгород. Ну и если я... первую поездку я не смогу, а вот во вторую поездку я еще расскажу кое-что в Берлине, именно тоже на религиозную тематику. Там связано с Розой Люксембург очень много, с Карлом Либнихтом, потому что Роза Люксембург, на самом деле, не принимала очень много в Советском Союзе. Как то? Ну, как то вот эту тактику террора и подавление многопартийности, например. При том, что мы говорим про самое радикальное крыло германской РСДРП, это так называемая группа «Спартак», которую на самом деле... Ну, там, если не углубляться в детали, там была почти примерно такая же история, как в РСДРП России, когда там манишевики, большевики и еще там всякие разные люди в виде Красина и Богданова, которые выделялись вообще в отдельную структуру одно время. Вот. В Германии было все то же самое. Там очень много связано с революцией. Там и сейчас они восстановили этот практически королевский дворец, который раньше был разрушен при властях ГДР. И там есть барельефы замечательные, где вот Карл Либнихт разглашает революцию при очень интересных условиях. Ну и плюс еще там ведь была такая Красная Армия уже в 70-х годах. Да. Род армии... Господи, я немецким не владею. Фраксион. Которые вот были наследниками народной воли и терроризировали Германию уже в 70-х годах. А экскурсии с вами в Берлин дорого стоят? В Берлин дешевле, чем в Париж. Нет, конкретно со мной они стоят везде одинаково. Я беру за программу 20 тысяч рублей, это 4 дня. И если рассчитать по часам, то выяснится, что по сравнению с услугами европейских гидов, это, ну, как бы, мягко говоря, ни о чем. А просто сам Берлин дешевле, чем Париж. В Париже дороже и жилье, и еда, а в Берлине дешевле. Ну, даже жилье меньше, а вот еда реально дешевле. И перелет дешевле. Ну, это можно все на страничке посмотреть, да, анонсы мероприятий? Можно мне написать лично. У меня есть программы, то есть просто уже готовый файл, есть отзывы людей, потому что в Париж я свозил 5 групп. Вот Берлин просто первая группа едет практически из тех, кто заездил со мной в Париж. Потом в перспективе, возможно, я надеюсь, Барселону и Амстердам. А как вообще мероприятие в целом? Это же первый раз проходит Open Air историко-литературный. Ну, справедливости ради, надо сказать, что это же не целиком наше мероприятие, да, то есть это некая коллаборация. Вот, и, ну, приехал я сюда с таким скепсисом, вот. Но сейчас вот и после моего выступления, и в преддверии там концерта нашего, и вообще, слава богу, с погодой повезло, все очень хорошо на самом деле. То есть есть где пресс покачать, поджиматься? Да, прессик, ну я, нет, ну на турничке еще в гостинице повисел, да, здесь, да, попросил вот пеночку у кого-то, и вот на этой пеночке покачал прессик, пока там шло и выступление. Нет, тут очень расслабленная такая атмосфера, очень доброжелательно все, вот казаки, коммунисты, да, все взявшись за руку. Удивительно, конечно, это все наблюдать, но тем не менее, то есть показывает, что, видите, все в этой жизни возможно. Спасибо большое. Хотела сказать, что у вас прекрасный прическа. Я просто, так сказать, был недалеко от Чернобыля, и вот это последствия, да, у меня был волосат, а теперь вот такой. Надеюсь, все-таки волосы отрастут. Я не боюсь заразиться, спасибо. Да? Да. Смелая какая женщина. Как повезло в следующем марте, что у них есть такие смелые женщины. Я, кстати, трогал радиоактивные отходы на Кольской АЭС, и мне объясняли, что это абсолютно безопасная история. Поэтому, да, есть масса мифов, которые надо разрушать. Добрый день. Расскажите, как вам на этом мероприятии? Такой необычный формат у нас сегодня здесь и на хуторе. Ну, мне действительно формат сильно непривычный на открытом воздухе. Правда, я только что из Анапы, поэтому для меня это, можно сказать, шок Арктика. Но я с большим интересом послушал то, что рассказывал Прилепин о Есенине. Потому что я вообще уже многие годы не читаю «Худлит». Но, тем не менее, вот связь поэта и власти, и поэта, и новой власти, то есть большевиков, мне было очень интересно послушать. Ну да, действительно, тема на самом деле не так уж и раскрыта. А вы с каким докладом выступаете сегодня? Я буду рассказывать об резкой крепости. И на самом деле это будет даже какая-то перекличка с современностью. То есть я собираюсь говорить в том числе и о том, как себя вести в такой экстремальной ситуации. То есть кто как себя вел и какой получился из этого результат. И вопрос целесообразности, вопрос грамотности действий. То есть вот все те вещи, которые мы вынуждены, что называется, выскребать из данных противника. Но это носит скорее вынужденный характер в случае с Брестской крепостью, в отличие от многих других эпизодов. Знаете, многие считают, что вообще не нужно критиковать действия Советского Союза, потому что тем самым мы бросаем тень на Великую Отечественную войну и так далее. Согласны? Ну, во-первых, нужен объективный анализ. Во-вторых, это не столько даже критика, сколько разбираться, кто действовал лучше, кто хуже именно в относительном смысле. И опять же разбираться, кто является героем, кто антигероем, кто середнячком. То есть это тоже надо знать. Нам нужна правда. Я всегда выступаю за то, что нам нужна правда. И на самом деле правда, когда я говорю «правда», она на самом деле устраивает, что называется, и Дымарского на эхо Москвы. Правда. И, так сказать, крайних коммунистов на каких-то других. Поэтому правда, она всегда выглядит лучше, чем некая такая лубочная картинка, которая иной раз вызывает, на самом деле, отторжение у нового поколения. Вызывала отторжение, на самом деле, там, в 80-е годы. А вот как думаете, чем вызванный интерес сейчас у людей? На самом деле здесь довольно много. Пришло именно к военной истории, к истории в принципе. Поиск своего места в мире, страны в целом. То есть страна ищет свое место в мире, свое место в цивилизации и, естественным образом, обращается к истории. Это, в большом счете, нормально. Точно так же, как все оглядываются в прошлое. Это, не знаю, там, военно-историческая страна номер один в Европе, Польша. Она оглядывается, там, на наполеоновский период, на период взлеты Польши в 16-17 веках. Это вполне нормально и хорошо. И то, что мы оглядываемся на краеугольный камень нашей истории Великой Отечественной войны, это вполне нормально и хорошо. И опять же, на век золотой Екатерины, на победу в Отечественной войне 12-го года, это нормально, это хорошо. Спасибо большое за комментарий. Катя, мероприятие «Цифровая история» в формате Open Air организовывается впервые. Это, получается, такая даже коллаборация с Захаром Прилепиным. Как тебе вообще такой формат? Мне кажется, это прекрасная идея, потому что у людей появилась возможность с всей своей семьёй, с детьми провести время культурно, выходные. То есть сюда, если оглянуться по сторонам, можно увидеть, что действительно очень много детей, которые играют в мячик, бегают, что-то делают. Взрослые слушают лекции историков и писателей, сразу работают две площадки. И есть выбор, какого спикера послушать, если кому-то интересна какая-то определённая тематика. Также, как обычно, на фестивалях «Цифровой истории» масса развлечений. И, главное, на эти фестивали приходят люди. У меня складывается впечатление, что это уже определённая сформировавшаяся публика. Люди между собой знакомятся, люди продолжают общаться потом в реальной жизни, следят за деятельностью каналов, на которых работают эти историки. И вся эта идея, и то, что она становится всё более масштабной, приобретает разные формы. Мне кажется, это замечательно и прекрасно, то, что Егор Николаевич это делает. Я надеюсь, он будет это продолжать делать, и всё будет ещё более масштабно и более интересно. А как, по твоим наблюдениям, зрителей больше становится, аудитория расширяется? Как раз аудитория, которая ценит просветительские такие мероприятия и, в принципе, тянется к знаниям? Это трудный вопрос, потому что, насколько я знаю, здесь было определённое количество мест, вместимости площадки. Если сравнивать с Останкино, казалось, что там больше. Хотя, может быть, казалось, что там больше людей, потому что все толпились в холле, так как это был один зал. А здесь, мне кажется, даже трудно сосчитать, потому что всё рассредоточено, но видно, что народу много. И что, я не знаю, это нужно спросить, у организаторов становится ли их больше, но то, что появляется постоянная публика, вот это точно. И хочется спросить у тебя, какого продюсера, директора группы «Джанни Радари»? Какие у вас творческие планы? Где следующий концерт? Скорее, концертного менеджера и помощника по всяким делам группы «Джанни Радари». Следующий концерт у нас будет акустический 10 августа в Москве, в китайском лётчике «Джао Да» на летней веранде, где мы представим публике акустическую программу, чуть-чуть видоизменённую программу концертных выступлений наших предыдущих. И 14 сентября будет очень крупный концерт в Нижнем Новгороде совместно с группой «Утро в тебе». И так как после этого в Москве концертов какое-то время не предвидится, а Нижний Новгород – это, кстати, очень красивый город, так что всех зову и всем советую съездить на этот концерт, мини-фестиваль нашей музыки. А есть какие-то планы по поводу ротации на радио, к примеру, группы и успехи в этом направлении? Есть. Это одна из моих маленьких целей – вывести некоторые песни, которые подходят под ротацию на радио. А также, наверное, кто следит за творчеством нашего коллектива, видели на стене, что пишутся новые песни, пишется альбом, все это в скором времени проанонсируем, готовится выпуск записи концертной питерского концерта, который прошел 25 мая. Это был прекрасный концерт, мы его записали, мы скоро это все опубликуем, чтобы у людей, у которых нет возможности приехать на наши концерты в столицах, они могли это посмотреть из регионов, потому что пока что у нас не получается в связи с занятостью участников в своих личных проектах, ездить по стране постоянно в туры и радовать слушателей. Спасибо огромное, желаем вам успехов больших. Спасибо. Добрый день, Захар. Собственно, хотели от лица канала Station Marks поздравить с днем рождения и взять небольшой комментарий. Как вообще пришла идея от мероприятия, такой на открытом воздухе, довольно необычный формат? Ну, у нас хутор, так называемый хутор Захара Прилепина, не первый день работает, и коль лето, то, конечно, мы хотим, чтобы люди встречались и говорили о более сложных вещах, чем которые обычно в телевизионном формате обсуждаются. В общем, мы хотим серьезного разговора, чтобы люди в этом участвовали, и чтобы при этом чувствовали себя очень хорошо, нормально и адекватно, и доброжелательно. А как вообще оценивать успехи поляризации истории, науки сейчас? Есть ли прогресс за последний год? Прогресс есть, потому что еще 15-20 лет назад вся Россия находилась в условном контексте господина прекрасного историка и рассказчика Радзинского, то есть рассказчика хорошего и историка плохого, или там Николая Карловича Саванидзе с его совершенно определенной тенденцией в определенную сторону. И сегодня, сейчас и историки такие, как и Пыжиков, и Спицын, и все наши друзья замечательные, популяризаторы в лице Гоблина Пучкова, моего товарища, и Николая Старикова, ну, как минимум, мы стали конкурентны. Это уже радость, понимаете, потому что иначе 25 лет просто российское телевидение, российские СМИ растили коллективного уренгойского мальчика. Это, конечно, мне не нравилось. Мы пытаемся хоть как-то попытаться это исправить. Вот если мы возьмем идеологию, да, возможно ли такое мероприятие без идеологической повестки, без подтекста, там, правого-левого? В истории всегда идеология, здесь нет никакого контекста и подтекста. Мы рассказываем, как все было на самом деле. Иногда, конечно, мы расставляем, акценты понятные и близкие нам, но здесь есть левые, правые, коммунисты, монархисты, кто угодно. Мы просто не хотим элементарной манипуляции фактами, чтобы доказать, что Россия – это черная дыра человечества, которой еще не должно быть. Вот это вот, когда пытаются это доказать, что есть только путь западного приятия, восприятия исторического пути, то тогда у нас есть другие контраргументы. Мы про них говорим. То, что это невозможно без того или иного идеологического уклона, ну, конечно, невозможно. Конечно, мы, так или иначе, конечно, мы стоим на своих позициях и их отстаиваем. Если мы возьмем, вот, нельзя не поговорить о политике, да, наши подписчики очень просили спросить, а как вы думаете, кто же убил Захарченко и будут ли наказаны виновные? Нет, часть виновных наказана, часть не будет никогда наказана. Это сложный, как и любой политический процесс, как убийство какого-нибудь Кеннеди, там, еще что-нибудь. За этим стоят колоссальное количество разнообразных персонажей групп. То есть, избушники, которые это совершили, были сразу задержаны. Порошенко, который был в курсе этой ситуации, отдавал на нее добро, рано или поздно будет задержан. Все эти люди, которые из системы, из состава олигархата русско-украинского тоже в этом участвовал, они понесут наказание, может быть, в этом мире, может быть, за пределами этого мира, но я надеюсь, что их накажут. Планируется или еще уже следующее мероприятие такое? Ну, у нас, да, у нас и здесь, на хуторе, и в Амхате, с которым мы работаем, в котором мы работаем, с Ударом Баяковым, Худруком, ну, и в иных местах, там, и в Воронеже, и в Железноводске, и в других местах, в Нижнем Новгороде. У нас гостовится везде разнообразные мероприятия, исторические, культурные, музыкальные. То есть, мы потихоньку свою паутину растягиваем на всю Россию. Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Здрасте. Как вам сегодняшнее мероприятие? Отлично, как всегда. Как вам, на ваш взгляд, что лучше, в зале в душном сидеть или на природе гулять и наслаждаться историческим материалом? Не то и другое по-своему хорошо. А чем хорош сегодняшнее мероприятие? В зале лучше слышно, а здесь удышится легче. Мы сегодня уже брали интервью у вашего верного соратника Дементия. И хотелось бы задать вопрос. Будет ли расширяться его роль на канале? Пора его начать угнетать уже. Нет, сразу у него уже интервью берут. Ну, мы маленькая, комментарий пока что. Дмитрий Юрьевич, все мы прекрасно знаем, что вы славились своими переводами, но в связи с законом таки урезали эту нишу. Но все равно иногда вы промышляете этим делом. Ждать ли в ближайшее время каких-нибудь фильмов? Да, я нашел отличную лазейку. И начиная, ну, примерно вот через неделю, ждите свежих поступлений, которые дальше, я надеюсь, станут регулярными. То есть договорился с солиднейшим интернет-провайдером на онлайн-вещание, ну и буду вещать. То есть этот закон на онлайн не распространяется? Закон распространяется на кинотеатры, где массовое скопление граждан, там нельзя. А интернет и ваш монитор — это не массовое скопление граждан. И там можно. А к слову, кстати, про кино. Давно анонсировано было то, что вы вместе с Баиром Иренчеевым переводите фильм «Неизвестный солдат». Как там сейчас дела продвигаются? Я выступил с предложением к Баиру Иренчееву. Баир, дай текст, а я его наговорю. Получится фильм, можно его разобрать, поговорить туда-сюда. Сначала хотели запустить в прокат. К сожалению, прокатчики с Баиром как-то не стали общаться. По непонятным совершенно для меня причинам. Ну, видимо, раз там воюют с русскими, то, видимо, создатели считают, что в России как-то не так будет воспринято. Ну, а сейчас получается, что Баир очень сильно загружен и как-то ему не до текста. Как только будет текст, я сразу сделаю в течение одного дня. Фактически у меня это быстро получается. Не от меня зависит. А касательно деятельности. В ваших инстаграмах закралась фотография новой студии? Или что-то такое вы там сооружали? Что это будет? Ну, я живу в домике за городом. Студия, в которой раньше записывала она в городе, в квартире. Поскольку не наездишься там 50 километров далеко в одну сторону, то, в общем-то, пришлось и в домике построить еще одну студию для ускорения процесса. Процесс действительно ускоряется, да. Ну, нынешние технические средства, вот, например, позволяют записывать звук высочайшего качества, более чем достаточного для этих, как его, кинопоказов на различных носителях. В кинотеатрах нельзя такое показывать, но не потому, что прибор плохой, а потому, что надо записывать голос на сертифицированном оборудовании, и на сертифицированном оборудовании его сводить. А если хочешь на коленке, техника превосходит вообще все пожелания. Поэтому я всего накупил, поставил, и вот на низком старте. Через неделю, повторюсь, начнется. Здорово. А по поводу книг еще тоже хотел спросить. Вы регулярно под своим, так сказать, брендом выпускаете книги. Ну, логично, что под вашим брендом лучше продается. Какие книги нам ждать в ближайшее время? Я ничего не выпускаю. Кто не выпускает издательство Питер? Это не я. Это оно выступает с предложениями, это оно их технически изготавливает, и оно их технически продает. Я занят только продвижением и рекламой того, что люди пишут. Сам я писать не способен. Чего ждать? Не знаю. То, что издаст издательство Питер. Я лично больше всего жду книжку про сериал «Рим», где мы с Калим Санычем разбирали сериал «Рим». Вот она вроде как в сентябре должна выйти. Уже, так сказать, обрела окончательное очертание и в сентябре выйдет. К слову говоря, про разборы сериалов народ заинтригован, когда продолжение во все тяжкие разборы. Вот не попасть. Этот самый народ орет, то вот там вышли «Игры престолов», давай срочно «Игры престолов». Не успели закончиться «Игры престолов», давай «Чернобыль», ну даешь «Чернобыль». А этим заниматься просто физически некогда. Ну их смотрят активно. То есть с моей точки зрения этим заниматься надо больше. То есть с моей точки зрения, когда берется некий, так сказать, раскрученный предмет, например, фильм, и этот фильм разбирается, то на волне, как это сейчас модно говорить, хайпа, это резко увеличивает аудиторию и позволяет заносить правильные мысли незаметно для зрителя по-военному. Хорошо, спасибо, Дмитрий Ильич. Вам спасибо. Удачи, всех благ. Привет. Привет, Жень. Ребят, вы сегодня жестко раскритиковали футболки наших операторов. Как говорил Иосиф Виссарионович, критикуешь – предлагай. Вот что не так в наших футболках? То есть нас в раз плохо застали, да? Ну, во-первых, материал, синтетика, она, мне кажется, вообще никак не плохо реагирует с кожей, неприятные ощущения, и кожа, мне кажется, не дышит. Плюс нанесение, видно, что там размыто слегка при нанесении. Это, скорее всего, печаталось, ну, не знаю, там, мы не будем конкурентов называть. Мы знаем, наверное, кто это печатал и напечатали плохо. Мы же можем предложить отличный вариант, отличный материал ткани, отличный пошив, ну и, соответственно, отличное нанесение рисунка, которое не будет ни стираться, ни портиться, плюс еще кожа будет дышать. В общем, сделаем все по высшему разряду, да. Для таких активных ребят, как вы, я думаю, что синтетика абсолютно не подходит. Нужен чистый хлопок. Чистый отборный хлопок. Дело в том, что у нас нет столько денег, чтобы покупать ваши футболки. Ну, к сожалению, это частая проблема. У нас, капиталистов, это не волнует. У нас не всегда есть деньги, чтобы это все дело печатать. Ну, я думаю, что мы все равно можем на взаимной поддержке и помощи друг другу организовать действительно качественный, хороший материал, действительно качественный, хороший товар. Я думаю, с этим проблем не возникнет. Ребят, Никита мне присылал интересный дизайн новых футболок, которые у вас скоро выйдут. Вот расскажите нашим зрителям, что это за футболки. Они разительно отличаются от того, что есть, но вот просто, чтобы ждали уже люди. Мы не будем раскрывать все секреты. Ну, мы сделали небольшой ребрендинг, да, как это называется, да? Ну, да. Новых футболок рабочей крестьянской Красной Армии, НКВД. Я думаю, людям понравится, когда мы их выложим. Более детальная прорисовка там уже, более позитивные тона, за которые нам говорили, более яркие будут футболочки. Ну, и, естественно, молодежное внесение в новых футболках будет, да, так как основная задача, я думаю, что это привлечение молодых людей, потому что взрослое поколение, оно уже в силу опыта само знает, что и как. А молодежь, в силу большого объема информации, да, и левое движение в этом как-то в уголке стоит, надо, как сказать, это более общественность, да, двигать в массы. Скоро у вас состоится мероприятие Кубок рабочего класса. Да. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, потому что, скорее всего, и наши подписчики, и мы в том числе обязательно приедем. Что это будет? Обязательно приезжайте, это будет соревнование, пока что любительские, ну, будем проверять, к тому же там со спорткомитетом своя бюрократия, я думаю, в следующем году уже проведем профессиональные соревнования, по тяжелой атлетике будут проходить, но помимо этих соревнований также будем устраивать в этот же день мероприятия, там мелкие соревнования по подтягиванию, разборке-сборке оружия, будет представлено оружие Великой Отечественной войны, как бы не только оружие, там и всякие атрибутики Великой Отечественной войны, то есть чтобы могли рассказать, если там будут дети, мы надеемся, что там будут еще и дети. Да, чтобы придут с детьми. Да, чтобы могли рассказать, показать, дети, чтобы могли потрогать, пощупать, Ну и само по себе, то, что соревнования по тяжелой атлетике, хоть привлечь немножко левое движение в спортмассы, прокачать Стэшн Маркс, прокачать наших блогеров любимых. Вы не боитесь разочароваться в левых активистах на этом соревновании? Никоим образом. Как мы разочаровываемся? Мы заставлять будем. Чтобы выйти оттуда, надо будет минимум потянуться 10 раз. Да, мы закроем двери. Ну и девушкам это тоже касается, да? Ну, девушкам норматив поменьше будет, но да. Да, девушкам тоже надо хорошо выглядеть, не надо, чтобы там висели бока или как это называется у девушек, я не особо в этом специалист. Щечки. В связи с боками, с щечками, у меня возникает следующий вопрос. У вас реклама в последнее время, ваших футболок, довольно-таки провокационная. У вас появилась модель, и вы выкладываете разные части её тела, как бы на что левое движение феминистическое реагирует неоднозначно. Хорошо, мы сделаем мужчину такого, украшенного. И с такими же частями тела, если феминисток это устроит. Мы боимся, что других это не устроит. Да нет, тут на самом деле, как бы, как это объяснить, в войне все средства хороши, вот с этой позиции, да, как бы, человек откликнулся, данная девушка тоже является сторонником левых взглядов, несмотря на внешний вид, как бы, да. Соответственно, это, на мой взгляд, это сложное слово, обообществление. Нет, 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 неправильно, объективация. Вот, да. Обещствление, это другая. Да, задуманная, наверное, объективация, вот, потому что оппоненты тоже используют такие средства. Ну, да, да, и к тому же, ну, разве это плохо, красивая девушка, которая привлечёт внимание не только левую аудиторию, но, может, ещё с других сторон начнут привлекать. То есть, красивых девушек должно быть левым движением больше. Ты думаешь, что такие картинки их привлекут? Слушайте, ну, нас привлекают, люди приходят, люди интересуются. Это они посмотрели на красивую попу, а потом заглянули в футболки и такие, ну, ничего себе, а это кто? А это Держинский, а что Держинский? И пошло по накатанной, если человеку интересно, он начнёт дальше копать. Особенно у подростков, да, в этот период формирования. Да, особенно там красивая девушка сидит в футболке Коба. Да, почему она сидит в футболке Коба, что остальное, может, не всё так однозначно, как нам показывают по телевизору или рассказывают о кровавом и так далее, и так далее. То есть, всё это, ну, правильно, в войне все средства хороши. Привлечение информационного интереса, так сказать. Да, плюс ещё, ну, действительно провокация, чтобы посмотреть на реакцию. Забавно иногда читать комментарии. Это стиль Павла Перца. И вот я недавно, когда приехала из командировки, в аэропорту встретила человека в вашей футболке. Вот, мне было очень приятно это видеть. На ваш взгляд, процветает развитие вот вашего бизнеса, не побоюсь этого слова, ну и пропаганда левых идей? Да, Кандуар, этот, как это сказать-то? Кстати, данная девочка тоже на улице возле метро увидела молодого человека в нашей футболке, допытала его, где он её приобрёл, да, и связалась с нами. То есть, как раз народное творчество. Она вас нашла? Да, потихонечку идёт. На улице увидели, стало интересно. Как бы, вот, как бы прямой, да, пример, так сказать, этому. Да, и она такая не одна. Нам часто пишут, что увидели на улице, спросили. Мы на вас нашли, то есть, не только там при помощи мероприятий или там левых блогеров, которые нам помогают, всё это дело уходит, а также случайно там, на сайте нарвались, увидели случайно рекламку. То есть, потихонечку, да, это как бы красивыми вот этими вот всем изображениями мы пытаемся заманить, заманить наши цепкие лапы. Ну и думаем, что идём в правильном направлении, да, раз людей это привлекает, что они готовы до незнакомого докопаться. Да, не стоит там, как бы, ориентироваться на то, что, конечно, мы знаем, что марксистов много умных, которые умными речами, но когда сидит какой-нибудь не особо приятного вида человечек в тапочках, в советской какой-нибудь свитерочке поверх рубашки и задвигает про марксизм, ну, оно не особо привлекает молодёжь. Да, сейчас время другое, средства другие, не надо вот это вот, то, что было сто лет назад, перекладывать на сегодня. Да, кстати, даже сто лет назад так же думали, он, если посмотреть молодого Держинского или Кобу, они в то время выглядели достаточно стильно. Даже тот дедушка Ленин выглядел стильно. Пежачок, троечка. Да, всё как надо. А сейчас просто люди берут столетнюю давность и так же одеваются, как Ленин, и они смотрят, как на Балдуев и думают, ну, что такое. Ну да, это время прошло, надо что-то сдвигать. Да, современное, это должно быть. Ну и плюсом никто же не говорит, что давайте вернём коммунизм тот, который был сто лет назад, давайте на базе этого построим новый. И почему мы должны держаться за какие-то вот модные, да, там, и прочие тенденции того времени, если мы подстраиваться будем под нынешнюю экономику. Это марксистский подход. Да, и вот этот подход, то, что было, многие перекладывают те события, которые были на сегодняшний день, чтобы так же сделать, как тогда. Газет выпускает, когда мы говорим, какая газета, сейчас газет никто не читает. Листовки. Или пейджер. Да, 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 прямой пример. Я приду соприняшую сообщение на пейджерке встречи. Спасибо огромное, ребят, мы желаем вам больших успехов. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, какая у вас тема доклада сегодня? Сегодня у меня Бонапарт и Павел, русско-французский союз эпоху императора Павла I. Скажем так, сегодня фигура Павла I считается, как бы, такой, ну, точнее, скажем так, для рядового обывателя считается такой фигурой, ну, какого-то неважного политического деятеля, который, ну, очень мало сделал, который очень мало правил. Вы согласны с этой точки зрения? Ну, конечно, нет. Ну, я думаю, что, начиная уже с Натана Идельмана, который написал свою прекрасную книгу «Грань веков», началось, в общем-то, настоящее исследование Павла I. Начался процесс, как бы, реабилитации Павла I. Нельзя сказать, что он идеальный человек совсем. Ну, это было бы абсурдно тоже утверждать, понимаете, кидаться из одной крайности в другую. Но и говорить то, что это был неволновешенный псих, маньяк там и так далее, это полный абсурд. Это был человек, который был, ну, во-первых, замечательные душевные качества, человек, который очень образованный, человек, который были правильные очень идеи во внешней политике. Вот. В общем, человек, который имел огромный потенциал, ну, так получилось, что он погиб и погиб не без помощи некоторых сил внешних, в частности, и с помощью английской, так сказать, английской спецслужбы, английской разведки. Как думаете, с чем связано такое очернение его, скажем так, его памяти? Ну, это тут даже и нечего сомневаться с чем. Дело в том, что в этом заговоре в определенную роль сыграл его сын Александр I. Поэтому для даже уже русской историографии эпохи императорской было важно представить его, ну, совершенно сумасшедшим. То есть, как бы, что его ликвидация — это, как бы, ну, акт просто спасения России, самозащиты. Что он настолько уродлив, настолько страшен, что, ну, что делать, вот пришлось уж так и быть марать руки, так сказать, так. Вот. И это в определенной степени оправдание вот этого омерзительного поступка, в котором Александр I замешан. Вот. А дальше произошла очень интересная парадоксальная ситуация. Дальше, когда к власти пришло, так сказать, социалистическое, коммунистическое правительство, когда, соответственно, люди, которые отныне правили страной, Советским Союзом, им было выгодно все, что показывает царей, романовых в смешном свете. И здесь есть анекдоты о Павле, они оказались очень кстати. И поэтому это еще умножили на надвое. То есть, те отрицательные моменты, которые муссировались императорской пропагандой, оказались очень полезны для коммунистической пропаганды. И поэтому это все еще увеличилось. В результате для рядового обывателя это совершенный психопат, дурачок и так далее. Но это, как понятно, совершенно не соответствует истине. Существует такая точка зрения, что именно Павел произвел ту стряску России, то есть те реформы, те преобразования, которые в будущем позволили победить войну 1912 года. Согласны ли вы с такой оценкой? Ну, я вообще по-другому это все вижу. Потому что для меня, если бы Павел I был, никакой войны 1812 года не было. И никакого столкновения России и Франции не было. И об этом я как раз сегодня буду говорить. Это все то, что было дальше, это чудовищная ошибка Александра I. Это специально, можно сказать, им созданный конфликт искусственно, который превратился в огромный конфликт. Если бы Павел I остался в власти, то не было бы не только русско-французского конфликта, а и рождение Германской империи в будущем, и не Первой, и не Второй мировой войны. Я думаю, что гибель Павла I – это гигантская трагедия для России и для Европы. Потому что только из-за того, что Франция и Россия между собой передрались, затем произошло создание Германской империи, которая взросла на русско-французских противоречиях. А Германская империя – это результаты, это за 7 мировых вот эти войны и потрясения. То есть Россия, получается, и Франция при них могли бы быть союзниками, правильно я понимаю? Они не просто могли бы быть, они уже практически стали союзниками. Они уже стали союзниками, и я хотел бы подчеркнуть, когда говорим о России и Франции с того времени, мы часто оцениваем позиции современного человека. Дело в том, что Россия и Франция с того времени были сверхдержавами в той эпохе. И в России и Франции жило по 40 миллионов человек, в то время как в Англии – 10 миллионов, в Австрийской империи – 24 миллиона, в Пруссии – 10 миллионов. А Россия и Франция – это были сверхдержавы. И если бы эти сверхдержавы установили бы союз, дружбу, я бы вам могу, так сказать, без всякого сомнения сказать, это был бы тот союз, который бы обеспечивал спокойствие миру и совсем другую Европу. То есть это была бы мощнейшая такая альтернатива Британской империи? Да вообще Британская империя пришла бы заткнуться, а вместе с ними и Соединенным Штатом. То есть получается, что убийство Павла I изменило всю мировую историю, как мы видим ее сегодня? Да, без сомнения. Причем кардинально изменило мировую историю. Повернуло мировую историю в другую сторону. Спасибо большое. Добрый день, расскажите, что вы делаете на этом мероприятии, как вам вообще оно? Мы приехали на день рождения к Захару. Мероприятие очень нравится, честно говоря, впечатлен. Захар вживую, производит еще больше впечатлений, чем в книгах. Толстой. Добрый день. Прежде всего поздравить Захара. И тут много наших идейных соратников. И пообщаться с нашими соратниками. Что у вас в руках? Владимир Владимирович. Из чего он сделал? Из картона. Это, честно говоря, подарок Захару. Была идея назвать его три комнаты, которые сдаются для жилья. Видимо, надоело, что они называются цифрами 1, 2, 3. Поэтому было предложение их назвать как-нибудь. Мы, естественно, знаем, что Захар и Маяковского, и Есенина любит, и Толстого в том числе. Теперь эти комнаты... Вроде бы Захар сказал, что теперь они будут называться Маяковский, Есенин и Толстой. Мы тоже подготовились. Мы не знали, что вы здесь будете, но рассчитывали на это. Вам подарок. Вам немного другие подарки. Спасибо, спасибо. Обязательно соберем, поставим на стримах, будем с ними. Я, честно говоря, когда вас видел, даже не думал, что я свяжу два слова. С вами, оказывается, вы обычная земля. Приятно вас видеть всегда. Мы за вами следим. Отлично, спасибо, спасибо. Хорошего дня. Спасибо вам. Здравствуйте, с нами сейчас Михаил Тимин, ведущий и редактор канала Тактик Медиа. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас вот к вам вопрос. Как вы вообще оцениваете это мероприятие? Почему решили его посетить? Очень позитивно. Просто я до самого последнего момента был не уверен, что получится. Поэтому мы буквально впрыгнули в последний уходящий вагон. Но когда я сюда приехал, даже опоздал немного, мы сюда вышли, и я просто обалдел. То есть мало того, что все известные люди, любимые мной историки, ну и писатели, тут еще и такая природа, прям просто благорастворение. Ну и тогда еще вопрос. Какие у вас сейчас творческие планы на канале Тактик Медиа? Собираетесь ли какие-то новые еще рубрики вводить? Да, у нас будет новая рубрика. Мы уже засняли материал на два документальных фильма. Один документальный фильм про то, как развивались события в Кремле в ночь на 22 июня 1941 года. 1941 года. Это будет очень интересный фильм, где поминутно просто разложено действия высшего военно-политического руководства Советского Союза и лично Иосифа Сырёновича Сталина по принятию решения о поднятии войск по боевой готовности. И второй ролик еще более, на мой взгляд, интересный. Мы три дня снимали на Прохоровском поле, где происходило знаменитое танковое сражение 12 июля 1943 года. Там мы снимали три дня. Снимали как натуру, так и с квадрокоптера. То есть установили все места действий, места боев, места атак, места развертывания. Очень все круто получилось. Там нас консультировал Валерий Николаевич Замулин, знаменитый историк Курской битвы. Будет, по-моему, бомба просто. Если получится все сделать, как мы хотим. Да, это будет очень интересно посмотреть, потому что вот видео с Замулиным, цикл про Курскую битву, он как бы был очень популярным. Он будет продолжаться у нас на канале, будут и простые ролики, но вот одновременно мы хотим сделать такой документальный фильм красивый. Замечательно. И неужели вот в первом документальном фильме не будет поминутно расписано, как Сталин прятался на даче и рассказывал о том, как у нас было прекрасное социалистическое государство, а мы его пора это самое. Сталин находился в кабинете в рабочем, у него шли рабочие совещания, поэтому он никуда не прятался, никуда не убегал. Все будет хорошо, красиво, поминутно расписано. Ну это замечательно, тогда мы ждем этого с нетерпением. Спасибо вам за ваш комментарий. Спасибо большое вам. Спасибо. Ну что ж, друзья, фестиваль «Писатели против историков» подошел к концу. Отличное было мероприятие, нам очень понравилось. Надеемся, что такие опен-эйры первый раз прошли на ура и не последний. Канал Station Marks будет дальше освещать эти просветительские события, которые привлекают все больше людей к идеям коммунизма. Ну что ж, друзья, с вами был канал Station Marks. Ставьте лайки, пишите в комментариях под видео ваши впечатления от мероприятия. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Субтитры сделал DimaTorzok